всем привет меня зовут Юлия приветствую вас на своем канале и сегодня хочу снять заявочку о вступлении в сп золотое руно выбирай и вышивай приглашение в это сп я увидела около недели назад на канале джульетта cross stitch меня очень заинтересовало то что выбирать из своих наборчиков будем не мы сами а наши вышивальные подруги это очень здорово знаете у нас у всех разные вкусы и сейчас я бы например хотела что-то одно вышивать она выберет другое плюс сроки обязательные подарки привлекательные то есть вот все карты сошлись но все же я не собиралась вступать вы ведь знаете что у меня 28 начатых процессов на данный момент держалась до последнего и вот сегодня день начала сп я все-таки вступила буду участвовать с девочкой из беларуси из города барановича татьяны чайковской она вчера кинула клич в белорусской беседке вышивальщиц кто хочет поучаствовать и я не смогла отказаться хотя меня уговаривали я сама просила говорю говорите меня не участвовать но уж очень очень мне хочется попробовать наборчик золотое руно давайте покажу какие наборчики у меня есть их немного я думала их будет больше но нет я еще просто не все свои хотушки купила вкус детства обалденный набор я уже начала составлять планы на 2019 год и этот наборчик попал туда открою вам небольшой секрет яркий красочный сочный такая девчушка красивая обалденный наборчик следующий набор серебряные коньки вы знаете его бы я наверное на данный момент не хотела вышивать потому что здесь такое обилие сине-голубых тонов но сейчас осень наступает у нас так пасмурно дождливо и хочется ярких красок наверное не под сегодняшнее настроение а в прошлом году в сп от мира вышивки очень много вышивала девочек этот наборчик и возможно я даже наелась глазами я вот тогда поддалась купила его хотя долго сомневалась посмотрела отшивы и в принципе знаете в отшивах тоже некая размытость присутствует но поддалась дизайнер кстати есенова индира это достаточно знаменитый дизайнер золотого руна но я уже обратила внимание что дизайны мои самые любимые от круминой елены как это ни странно вот вы знаете все дизайны индиры мне кажется немного размытыми может быть я и не права но по моим наблюдениям так и есть вот крумина прорабатывает намного качественнее рисунки далее у меня есть наборчик урок пения он огромного формата поэтому я видите уже обложку сар сложила пополам и все материалы переложила вот в такую папочку он у меня хранится так потому что большой формат не положить некуда картина большого размера очень сложная вот это мой стиль я люблю классику я люблю вот такие золоченые багет я бы наверно точно также оформляла единственное что меня смущают это вот эти вот непонятные големы по-другому их и не назовешь на заднем фоне я не умею работать во всяких программах и возможно буду просить помощи девочек вышивальщиц а возможно и сама справлюсь я хочу их вообще убрать и сделать просто вот такой вот фон не знаю что тут зеленоватый нарисован конечно дизайн потрясающе я не нашла как зовут дизайнера на некоторых работах они указаны на некоторых нет я вижу что здесь будет достаточно тяжело вышивать скорее всего будут и одиночки встречаться но это можно назвать золотой серии у золотого руно и в принципе никто не ожидает что это будет легко вышиваться на данный момент я бы не хотела чтобы татьяна выбрала этот наборчик если честно я к нему пока морально не готова далее идет наборчик зимняя фея а здесь смешанная техника тоже дизайнер не нашла нигде кто и она мне безумно нравится и кстати эта фея у меня есть в планах на 2018 год из всех наборчиков золотого руно я выбрала именно ее посмотрим совпадет ли вкус татьяны с моим вот мне нравится этот вот малыш из окошка который смотрит фея кошечка светящийся нить здесь используется бисер потрясающий сюжет хотя тоже видите в сине-голубых тонах у меня сегодня что-то камера плоховато фокусируется продолжает зимнюю тему набор масленицы хотя масленицы у нас по моему феврале если не ошибаюсь то есть это уже зима отходит на задний план посмотрите какие яркие сочные краски мне очень нравится этот набор мне кажется он актуален всегда и очень много вышивальщиц сейчас в сп будут его вышивать хотя может быть я и ошибаюсь но по моему несколько человек я видела выбрали этот сюжет вот кстати у масленицы дизайнер курмина елена и он проработан очень хорошо и последний мною купленный наборчик это целую ручки по мотивам картины хоггера очень яркие сочные краски используются немного мне тоже кажется здесь сюжет размыт но сейчас я вам продемонстрирую ниточки и вы поймете почему я влюблена в эту картину посмотрите какие здесь используются потрясающие цвета мне просто безумно безумно нравится очень конечно жаль что у меня не было в наличии осеннего марафона по картине афремова и совсем недавно я увидела натюрморт с тюльпанами не помню как он правильно называется он мне так понравился вот я хотела чтобы они тоже эти наборчики поучаствовали в выборе татьяны ну что ж интригу не буду держать и сейчас покажу вам какой же наборчик выбрала тани и что я буду вышивать в сп тадададам и победителем становится зимняя фея я не зря вам заострила внимание что это мой выбор на 2018 год и я очень рада что татьяна угадала и выбрала именно фею мы не договаривались мы не обсуждали я выложила фотографию в группе вконтакте и татьяна сама выбрала там очень быстро она сделала выбор и я рада что наши вкусы совпали давайте посмотрим что лежит в наборчике я никогда не вышивала фирму золотое руно и никогда не рассматривала наборчики этой фирмы что лежит внутри значит вот обложка здесь у нас показано как картина должна светиться в темноте при использовании светящихся нитей ну понятно что так она светиться не будет инструкция по вышиванию лежит внутри здесь рекомендации даны для начинающих вышивальщиц то есть золотое руно позаботилась о том что если человек впервые купил набор он сможет его вышить как закрепляется не здесь говорится как вышиваются крестики как начинать работу и даже что такое пасма далее у нас идет ключ а вначале вот это задняя была сторона обложки здесь написано что используется канвас 16 каунта производства свайгард лежит игла инструкция по вышиванию мулине модейра бисер светящиеся нитки и порядок размещения фрагментов схемы схемы нам дан что весьма удобно и далее идет ключик ключик немаленький конечно я когда увидела немножко расстроилась думала будет попроще но с другой стороны dimensions наверное сложнее схемка просто что очень непривычное здесь используется крест в 2 нити крест в 3 нити бэк в одну нить для золотого руно это тоже нетипично бэк у них как правило не используется это бисер бисера вы пришивается обычными швейными нитками написано далее тоже вот бленд для креста в 3 нити крест в 2 нити бленды блендов немало вы видите здесь 3 и здесь 2 4 5 6 7 8 9 10 19 22 бленда в работе используется ну прилично вы знаете этот набор кстати посмотрела по размеру он идет следующий после урока пения то есть он один из самых больших схема крупная легко читаемые одиночек как правило видите здесь нету все расположено грубками это меня очень обрадовало считала я по моему 250 там с копейками на 270 крестиков в этой работе канва используется как я и говорила уже цвайгард аида две иголочки идут в комплекте бисерная и швейная и что мне очень понравилось канва цвета айвори не белая в дизайне много белых голубых оттенков это все-таки зима и на белом было бы сущее мучение вышивать поэтому спасибо большое производителю что он подумал о глазках вышивальщицы и на белом очень многим людям тяжело вышивать именно из-за светочувствительности глаз далее в комплекте два бисера идет восемьдесят шесть и восемьдесят семь восемьдесят шестой матовый красный восемьдесят седьмой он чуть темнее буквально на тон на два и уже матовости в нем нету он такой вот обычный глянцевый ниточки у нас сколько четыре палеточки это очень много вот здесь видите синие голубые тона и светящиеся ниточки здесь же лежат все говорят что их не хватает на отшив зимние феи и я по моему докупала отдельно катушечку если я не ошибаюсь до светящихся ниточек на случай если мне не хватит далее вот такая палеточка с коричневыми оттенками вот самая красивая палеточка видите бирюзовые оттенки зелененькие и вот здесь вот уже такие тоже синие желтенькие беленькие оттенки красненького чуть-чуть работа будет яркой красочной я думаю я буду вышивать ее с удовольствием отчеты ежемесячные с 1 по 10 число пропускать нельзя и чем быстрее я вышью эту работу тем больше будет шансов выиграть какой-нибудь приз потому что призы будут разыгрываться ежемесячно и конечно на интерес вышивать намного приятнее чем просто так я думаю это ускорит мою работу ну что ж всем спасибо за просмотр всем пока подписывайтесь на мой канал и надеюсь вы будете наблюдать за этим моим процессом